20 интернет знаменитостей с уникальным стилем и макияжем тренды красоты приходят и уходят но некоторые люди живут со своими собственными понятиями о красоте в нашем сегодняшнем видео мы расскажем именно о таких необычных людях сальвия если вы любите персонажей фантастических фильмов из других миров то обязательно полюбите и сальвию сальвия славится не только тем что она для удобства будем называть ее в женском роде бесполая модель но это что при помощи подручных средств макияжа делает свою внешность совершенно внеземной как будто бы из другого измерения сальвия начала экспериментировать со своей внешностью в возрасте 14 лет сначала эксперименты были только лишь с одеждой и аксессуарами затем сальвия начала проводить эксперименты с макияжем которые в итоге привели просто к невероятным результатам а уж при помощи компьютерных программ обработки фото сальвия способна создавать настоящие шедевры граймс канадская певица клэр элис буша больше известна под своим сценическим псевдонимом граймс в скором времени она станет матерью ребенка илона маска граймс славится не только своей необычной музыкой но и уникальным внешним видом граймс предпочитает делать все своими руками специально для того чтобы ее образ выглядел как можно менее профессиональным готовясь к своим концертам граймс хочет выглядеть максимально странно и абстрактно для граймс ее внешний вид это еще один способ творческого самовыражения ну а с воображением и талантом у граймс точно нет никаких проблем джазмин бин джазмин начала увлекаться макияжем возрасте 14 лет позже она заинтересовалась дрэк квин культурой в итоге образ джазмин стал просто неописуемым смотря на нее создается впечатление что она вообще не из нашего мира в своих образах она использует элементы внешности множества зверушек грызунов ящериц шиншилл и даже улиток в интервью журналу vogue она прямо призналась что есть скучно быть просто человеком мы совсем не удивлены что любимым режиссером джазмин является именно тим бёртон и и запросто можно представить в одном из его фильмов если вам нравится образ джазмин бин то можете приобрести ее фирменную косметику called candy кстати джазмин в близких дружеских отношениях с альвии джуна берч модные журналы называют ее разочаровавшаяся в жизни жена инопланетянка из шестидесятых а что вполне точное описание ее образа джуна берч манчестерская художница и драг дива в инстаграме на нее подписаны более 200 тысяч человек ее образ основана гипертрофированной женственности эстетики степфордских жен американской моде 60-х годов и ощущений своей инопланетности одним из главных источников вдохновения для джуна выступает дженнифер кулич она даже собственноручно сделала ее скульптуру хана роуз далтон хана роуз далтон и ее друг стивен радж баскаран проживают в канаде и сколько себя помнят никогда не вписывались в общепринятые каноны красоты они прославились на весь мир своими необычными образами благодаря инстаграму в основе их образов использование больших контактных линз и различных необычных аксессуаров они заявляют что всегда будут самими собой чтобы о них не думали другие люди сами себя они называют пост людьми и продают созданные ими вещи в интернете тоши сальвино тоши сальвино чувствует себя комфортно только тогда когда находится в полном облачении куклы только в таком виде она ощущает себя такой какая она есть на свой необычный образ тоши ежедневно потратит по несколько часов тоши считает свое тело холстом а саму себя художницей которая рисует все что только захочет в детстве на тоши оказали большое влияние модные журналы из японии тоши настолько серьезно считает себя куклой что на своих ногах сделала татуировки в виде шарниров рози хинтон рози является большой поклонницей игрушек hello kitty и вообще всего яркого цветастого и милого рози проживает в лондоне в числе ее лучших подруг ее полная противоположность джуд бишоп о которой мы скоро тоже расскажем как и тоши рози вдохновляется уличной мода японских девушек при помощи игрушек и своего яркого внешнего вида рози пытается убежать от проблем настоящего мира с переменным успехом рози удается жить в своей собственной альтернативной реальности джуд бишоп как мы уже говорили джуд является полной противоположностью своей яркой подруги рози хотя на самом деле у них много общего сама джуд считает себя первым в мире веселым годом джуд ощущает себя комфортно только тогда когда одета в черно-белую одежду с черно-белым макияжем на лице в своем образе джуд любит смешивать детали и стиля готов панков уличной одежды и футуризма как и многие другие героини этого видео джуд находит вдохновение для своего образа в различных фильмах сериалах аниме и социальных сетях джуд интересуется видеоиграми а также любит снимать видео на тему комиксов и супергероев для своего канала на ютубе до джакет американская рэперша джакет любит быть яркой и необычной при этом деля секретами своего образа с подписчицами в социальных сетях до джакет шутя описывает свой образ как как будто бы я только что проснулась помимо этого джуд всегда пытается сделать свой образ таким как будто бы она сама является персонажем какого-нибудь мультика на образ джи также повлияли японские девочки из квартала харадзюку и дело не только волосах яркого цвета но и в макияже минори благодаря социальным сетям минори известна по всему миру в своем образе она пытается передать стиль японских женщин из 60-х годов двадцатого века минори из-за характерного макияжа на лице можно отнести к молодежной японской субкультуре ширанури в переводе означает побеленный но в одежде она нашла свой собственный винтажный стиль в таких одеждах выступают актеры в национальном японском театре кабуки минори прославилась своим красивым белым лицом и огромными глазами с большими ресницами саму себя минори называет живым произведением искусства iv iv является родоначальницей модного течения и girl iv прославилась своим фэшн-влогом на ютубе а также страницы в инстаграме в которой она регулярно публикует свои необычные образы в стиле и girl волосы этой шотландской красавицы часто окрашены во все цвета радуги но иногда ее образы могут быть и постоянно обесцвеченными джессика сорос джессика называет себя цветастым в готом ее образ опять же отсылает к моде японских девушек тем не менее в ее образе множество своих уникальных деталей ее стиль более жуткий тяготеющий к фильмам ужасов в инстаграме ее часто называют гниющей куклой на свой образ джессика ежедневно по утрам тратит по полтора часа а то и больше необходимо вставить в глаза контактные линзы прикрепить искусственные волосы к голове а также нанести макияж своим внешним видом джессика хочет вдохновить других людей заниматься творчеством филиша динел филиша начала свои эксперименты со внешностью с безобидного косплея но в итоге пришла к своему собственному стилю ее образы очень яркие необычные и запоминающиеся филиша как будто бы персонаж какого-нибудь научно-фантастического фильма увы филишу не зовут сниматься в кино но сама она из-за этого совсем не унывает ей так хорошо ей хотелось бы чтобы другие девушки тоже не стеснялись быть такими какими им всегда хотелось быть виктория лавлейс виктория родом из швеции но сейчас проживает в солнечном лос-анджелесе она работает альтернативной моделью в год стиле она считает себя королевой вампиров и у нее есть даже характерные клыки виктория признается что ей очень комфортно быть в таком образе виктория мечтает стать настоящей вампиршей и жить вечно в своем роскошном замке днями напролет слушая хорошую музыку кейт хьюз ее часто называют королевой шока свой стиль кейт описывает как что-то среднее между пэтом батчером и франкенштейном для кейт такой внешний вид это не просто протест против родителей а настоящий стиль жизни ей нравится когда на нее обращают внимание кейт также славится своими огромными головными уборами все свои творческие идеи она воплощает именно в них в качестве украшений кейт любит носить ожерелье из костей а в макияже предпочитает темные тона холзи популярная певица холзи считает что у рисования и макияжа много общего в макияже на лице также можно воплощать настоящие рисунки со множеством смыслов в своих образах холзи часто пытается передать чувство боли для холзи ее лицо словно полотно для художника при помощи макияжа она может выражать свои творческие задумки ну а что касается прически холзи признается что ей намного комфортнее с короткими волосами тори тори пришлось пережить годы насмешек и издевательств сверстников прежде чем перестать обращать на них внимание и просто начать наслаждаться быть самой собой тори считает себя кибер поп инопланетянкой сферу интересов тори входит дрэк квин культура видеоигры и фильмы ужасов во всем этом она также черпает вдохновение для своего образа тори работает графическим дизайнером она досуге занимается дизайном костюмов кристина эль в образе кристины присутствуют все цвета радуги а сама она выглядит как персонаж какого-нибудь аниме родом она из сингапура но в 2010 году переехала жить в сша переезд ей дался очень тяжело первые годы она не выходила из депрессии однажды ей и вовсе пришлось пройти недельный курс психотерапии но в итоге кристина обрела свое счастье и смысл жизни став матерью но кто сказал что родив ребенка нельзя выглядеть ярко и необычно кристина всем своим видом разрушает эти стереотипы кристина хочет чтобы ее сын став старше не стеснялся своего творческого самовыражения парма хэм парма хэм известная готесса из лондона славящаяся своим огромным черным ирокезом ирокез настолько большой что ей порой трудно зайти в вагон метро чтобы поставить такой ирокез парма ежедневно тратит около двух часов своего времени а также два баллончика спрея для волос красота в том числе и альтернативная требует жертв sky маклафлин sky еще одна живая кукла образ куклы sky приняла не от хорошей жизни ей постоянно приходилось переживать насмешки и издевательства сверстников из-за ее избыточного веса ей надоели ежедневные страдания поэтому она решила создать свой собственный образ в котором ей было бы комфортно при помощи макияжа sky может рисовать на лице любые карикатурные эмоции какие только пожелает на насмешке о том что она слишком толстой для куклы и и нисколько не волнуют а что думаете вы обо всех этих людях действительно ли это красиво или все они просто сумасшедшие фрики напишите об этом в комментариях спасибо за просмотр и до новых встреч